у меня вот что творится подкидываю электрики на потолок завтра докуплю еще пять штук не хватает что-то я не думал что так разойдусь 2 висит потом еще сюда 2 продолжить и там 3 над печкой не буду ставить не вижу смысла там не работаю и плюс жара ну здесь будет вот нитка натянута это далеко это возле двери вот здесь а у там 1 его там 1 не будут плафона ну там над дверями тоже не делал хотя может и поставлю значит шесть штук еще куплю ну поярче стало что заметно поярче прям офигенский стало видно а когда будет вот там еще свет вообще будет шикардос так посылочка такая коробка сейчас посмотрим что там может туповато резал себе резину где там должно быть 6 метров рукава так так Совсем другое дело, РТ-31. Вот это хоть действительно будет рукав шестиметровый на плазморез. Кроверс какой-то, по сравнению с этим конечно, трехметровый, ну куда он, под ногами стоит, никуда не дотянуться, вообще капец. История с этим повторяется с полуавтоматом, также покупал 5-метровый рукав отдельно, трехметровый лежит в коробке, можно сказать и не работал толком, теперь вот на 6 метров. Все стандартно, вот как-то так. Все, готово. Добавил с той стороны, вот три по над стенкой, до котла не делал, до этой печки, чтобы там жара поднималась. Ну а там как вышло по центру, три в ряд, в основном там работаешь. А над дверью, вот этот который здесь висел, я его так развернул туда, а сюда добавил, как раз распредкоробка освободилась. И все, теперь стало еще раз светлее. Ух, вот так вот, тут вот три жилы и там еще две. Так сейчас вообще кайфарики. Вчера 10 штук взял и сегодня 10, но 4 осталось куда-нибудь другое место в корячу. Прикольно, а может на запас. Брал с коробками, их там в коробке 30 штук, крепежи все 30 на месте. Это сегодня я взял, и вот крепежи тоже все 30 штук, вот эти болты, две этих сопли, тоже все на месте. Видать, видать, народ когда покупает, они же там внизу, в основном вот здесь достают, все крепежи остаются. А платят как за полный комплект, поэтому выгодно брать с коробками. Плюс 30 штук крепежей, может куда-то пригодятся. Пластмасс не знаю, вот винтики здесь довольно-таки неплохие. Все. Ништяк. Сейчас вообще ништяк видно. А то было с той стороны, по центру и с той стороны. И вот так вот если кран разворачиваю вот сюда, в центр, он полностью плафон этот закрывает, и сюда свет вообще не падает. Только вот с краю и оттуда. Вот так вот примерно было когда-то. То есть в центр становится, перекрывает фонарь, и с тесами тут темно. Не знаю почему, потому что он почти до конца. А сейчас офигенски, даже вот видно сколько мусора в этом. Телефон не видно, но мне видно аж до самого туда. Туда-туда. Я имею ввиду абразива. Также, что он видно даже, что лежит в этом, в поддоне. И паутину даже видно, вон где аккумулятор стоит. Пауки вон наплели. Висит, висит сено. О, ништяк. Подключил кишку эту. Вот она пошла аж куда. Вот так вот. Теперь, конечно, хватит по всей мастерской. Почти по диагонали туда. Короче, теперь его можно убрать совсем оттуда. Вот это дело другое. Провод термассы заменить на более длинный. И все. Этот уже промыл. Протерточный. Вот так запакую и отправлю до коротыша горелки. Как-то так. Не, может когда-то пригодится. Совсем другое дело. Кобелев валяется под ногами. Просто капец. Надо теперь развести. Завести сюда эти самые. Кинуть вот так вот в воздух. По кругу пластиком. И поваривать штуцера. Чтобы можно было подключаться вниз. Или по низу так пустить. Я не знаю. Посмотрим. Да по этой стенке хватит. Решим. Вот как-то так. Вот отрезал уголок четверка. Вот так прошел до сюда. Вот. Потом переставил. Где это? Ну, железяка. Пристегивал, чтобы по над ней вести. Ровненько. Вместо линейки. Вот он. Начал отсюда уже дорезать. Да и все. Вот такой вот кусочек. Вот эти сопли сейчас отбиваются. С этой стороны их вообще практически нет. Ну, сейчас молоточком пройдусь просто. И будет ровненько. Все. Подбивалось все. Замечательно. Теперь можно сварить вместе. Два уголка. Вот такой вот получается этот самый швеллерок. Так же 80 сантиметров. Сейчас размечу. Сразу просверлю вот так вот на всю длину. Два штуки. Прихвачу вместе. И вот за один проход, чтобы отверстия напротив отверстия были. Так же шут и шлак сбился и здесь. Вот его нету здесь. Просто ровненько такая. Полоска в сантиметр вырезана. Без шума и пыли. Как-то так. Так. Вот так. Теперь нужно уйти.